Добрый вечер. О главных новостях Алтайского края расскажу вам я, Анастасия Борисова. И вот самые актуальные темы к этому часу. В Барнауле снесли два памятника промышленной архитектуры 19 века. Как это допустили и что говорят эксперты? Почему-то и мы сами барнаульцы, и бизнес, и представители власти как-то очень безалаберно относимся к своему историческому наследию. Сплошная непомеха. В Барнауле ГИБДД провели рейд против хамства на дороге. Сколько нарушителей поймали? Внимательность маленькая. Притупилась, не заметил, знак проехал. Из частных собраний в Барнауле проходит персональная выставка художника Сергея Дыкова. Шквалистый ветер с грозой и градом придет в выходные на Алтай. Погода, по прогнозам синоптиков, резко испортится уже в субботу. В западных районах грозы с ветром пройдут уже сегодня ночью, а днем во власти грозового фронта может оказаться уже большая часть региона. При этом усилятся порывы ветра, они составят 25 метров в секунду. При непогоде возможен град. Также не исключены сильные ливневые дожди. При этом в регионе сохранится жаркая погода. Днем до плюс 28 градусов. В Рио губернатор Алтайского края Виктор Томенко продолжает рабочие поездки в районы региона. Сегодня он посетил сразу два – Михайловский и Завьяловский. Подробности визита готов рассказать мой коллега Владислав Кириенко. Последним объектом, который посетил Виктор Томенко в Михайловском районе, стала местная ЦРБ. Сейчас в ней проводится ремонт. Пообщался в Рио губернатора и с сотрудниками больницы, узнал, как работает там сотрудник. Прочно вошли в наше оборудование, прочно вошли в компьютеры. Когда они только начинали с компьютера, немножко побаивались. Мы же люди серебряного возраста, как это будет? Но задача врача – всю жизнь учиться. Каждый день учиться. Освоили. У нас с прошлого года мы стали работать и вносить элементы электронной амбулаторной карты. Больной приходит, мы вносим жалобы, анамнис заболевания, обследования, результаты осмотра. Назначаем обследование. Сразу печатаем направление. Ну а в Завьяловском районе, где мы сейчас и находимся, Виктор Томенко примет участие в открытии 40-й юбилейной Олимпиады сельских спортсменов. Подробнее о ней готов рассказать мой коллега, спортивный обозреватель телеканала «Катунь-24» Дмитрий Гладких. Дима, привет! Привет! В первую очередь расскажи, пожалуйста, как все организовано, как готовятся вообще к Олимпиаде? На самом деле Олимпиада 40-я, юбилейная, правильно ты сказал. Стоит отметить, что очень массовая Олимпиада. Все спортсмены, с которыми нам удалось пообщаться, отмечают очень хорошую организацию. Нововведение, такое новшество, которое раньше не было никогда. Это самбо под открытым небом, сделан специальный шатер, помост, расстелены ковры, находится он на берегу водоема. То есть свежий ветер, несмотря на такую жаркую погоду, продувает все. Спортсменам приятно, комфортно. Кроме того, уже прошли с самого раннего утра в программе соревнований по баскетболу, волейболу, пляжному волейболу. Городки проходят, так что, в принципе, программа насыщенная. И буквально с минуты на минуту начнется открытие, которое, я думаю, тоже будет очень зрелищным и интересным. Атмосфера какая, в принципе, на Олимпиаде? То есть основные эмоции какие у спортсменов и вообще у зрителей? Ну, на самом деле, эмоций очень много. Все спортсмены готовились, их готовились очень долго. Поэтому каждое касание мяча, будь то или какое-то футбольное действие, если говорить о таких командных видах спорта, все это эмоционально воспринимается. Стоит отметить, что очень хорошая поддержка здесь на селе. Люди приходят, люди болеют, трибуны битком забиты. Ну, то есть эмоции, не побоюсь этого слова, наверное, ничуть не меньше, чем на каких-то крупных международных мировых соревнованиях. Ну что ж, Дим, спасибо большое. Желаю тебе хорошей работы на Олимпиаде. Ну, а у меня пока на этом все. Передаю вам слово. И к другим темам. Два памятника промышленной архитектуры 19 века снесли в Барнауле. Речь идет о зданиях, входящих в исторический ансамбль «Казенный винный склад». Разрушены два из шести охраняемых государством зданий, входящих в исторический комплекс на проспекте Комсомольска. Законно ли это и чем обеспокоены общественники? Смотрите далее. Гремят ковши, стройка в разгаре. А раньше на этом месте стоял комплекс из шести исторических зданий ликероводочного завода. Спиртохранилище, бандарная, конюшня. Здание с завода управления и склад снесли, хотя они имели статус памятника архитектуры. Вместо завода управления здесь должна появиться копия такого же склада в Змеиногорске. Но, по словам историков, он не имеет внешнего сходства с историческим зданием. Почему-то и мы сами барнаульцы, и бизнес, и представители власти как-то очень безалаберно относимся к своему историческому наследию. Мы должны понимать, что утрата нашего историк-культурного наследия – это плохо. Как бы она ни была оформлена, какими бы экономическими, политическими, социальными, иными причинами это ни было обусловлено, мы должны сделать все для того, чтобы сохранить наше историк-культурное наследие, отреставрировать его. Участок, где располагались памятники под создание жилого комплекса, приобрела одна из строительных компаний Барнаула. По словам застройщика, в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия дали согласие на воссоздание исторических объектов, а соответственно и на снос. Да и сам жилой комплекс по стилю будет максимально приближен к историческим памятникам, уверяет застройщик. Первые два этажа выполнят из керамического кирпича и рельефной кладки. На все это существует проект, существуют экспертизы. Экспертизу по зданию завода управления проверяли, формировали, проверяли проект, три эксперта, живущие в других регионах. Никого из них я ни разу не видел. То есть, соответственно, коррумпировать, скажем, заинтересовать чем-то не мог, кроме официальной оплаты, которая существует по договору. Исторический комплекс пополнится еще одним зданием. Здесь планируют воссоздать копию объекта культурного наследия – особняк Кричевцево, который сейчас находится в Бийске. Также на месте одной из снесенных исторических построек возведут детский сад. Ближайшие две недели зальют фундамент. К лету следующего года объект будет готов, как и весь жилой комплекс. А тем временем активисты из организации «Гражданский патруль» направили в прокуратуру обращение с просьбой проверить законность сноса исторических памятников на территории казенного винного склада. Татевик Геворгян, Анастасия Борисова, Елена Заздравных, Анатолий Фукс, Антон Червяков. Новости. Продолжаем выпуск. Центральную площадь отремонтируют, аллею благоустроят. В Олейске по проекту формирования комфортной городской среды продолжают строительные работы. Объекты, которые благоустраивают, выбирали сами жители. Живем в Олейске, мечтаем о просторной аллее. Еще весной жители города составляли о себе такой каламбур. Сегодня место для прогулок почти готово. Возле центрального стадиона заканчивают строительство аллеи. На аллее, вы сами видели, уже заканчивают. Сделали две полосы тротуарной, уложенных в плитки. Посередине у нас будет газонная часть. Сейчас заканчивают края. И, в принципе, уже объект будет готов в эксплуатацию. Недалеко от аллеи ремонтируют и центральную площадь. Пока здесь сняли часть асфальта с ямами и трещинами, скоро положат новое покрытие. А еще установят лотки для отвода грунтовых вод. Благоустройство объектов входит в проект формирования комфортной городской среды. Из федерального и краевого бюджета в городу Олейску выделили 16,5 миллионов рублей. Уже на всех есть подрядчик. У некоторых может быть в стадии заключения контракта. Но подрядчик есть у всех. В рамках проекта формирования комфортной городской среды жители сами выбрали несколько мест в городе, которые, по их мнению, должны быть отремонтированы. Это центральная площадь и аллея по улице Сердюка. Работы закончат к концу октября этого года. Яна Аксенова, Анна Муратова, Сергей Седых. Новости. А теперь информация для автомобилистов. Участок улицы Антона Петрова перекроют на месяц в Барнауле. От геодезической до просторной. Это связано с ремонтом. Улицу начнут делать в рамках федерального проекта безопасные и качественные дороги. Проехать нельзя будет с 9 утра 10 августа до 20.00 10 сентября. Участников просят быть особенно внимательными на указанном участке дороги и заранее выбирать маршруты объезда. Каждая третья авария со смертельным исходом в России связана с выездом на встречную полосу. Сотрудники ГИБДД провели в край рейд против хамства на дороге. Сколько нарушителей поймали, узнаете далее. Водитель Сергей выезжает на встречку, чтобы совершить обгон. Все бы ничего, если бы не сплошная линия разметки. Теперь водителю бензовоза грозит административная ответственность. Либо оштрафуют на 5 тысяч, либо вовсе отберут права. Сергей признается, нарушил правила не специально. Ну да, видимо, жара повлияла, погода-то, видите, сапи какая. И, наверное, внимательность маленько притупилась, не заметил, знак проехал. На водителей бензовоза по сравнению с другими участниками дорожного движения ответственности больше, под угрозой десятки жизней. В самых жутких фантазиях топливо может разлиться и загореться. Может даже случиться взрыв. Тут беды не миновать всем поблизости. Зная о таких последствиях, водители все равно нарушают. Объяснения порой доходят до абсурда. Вы знаете, объяснения очень многообразные участников дорожного движения, начиная от спешки и заканчивая, просто не заметил знак дорожного разметки. Бывают различные, бывают водители в нетрезвом состоянии. Также бывает, ну, в основном это спешка. Спешка, спешка. На просторах интернета каждый день появляются новые и новые видео ДТП. Так и наш герой, нарушая, мог попасть в ДТП, а если к тому же и загорелся, унес бы жизни десятка людей. Осознав значимость и масштабность нарушения, Сергей посоветовал не совершать ошибок. Внимательным быть на дороге надо, не отвлекаться по пустякам. Учиться на чужих ошибках – это про ДТП. Уж лучше не создавать намеренно таких ситуаций, ведь и без этого аварии будут. Для профилактики сотрудники ГАИ намеренно проводят рейд на особо опасных участках – в федеральной трассе. Именно здесь чаще всего происходят крупные ДТП на большой скорости. В 2015 году произошло почти 3,5 тысячи ДТП. За 2016 год – чуть больше 3200. А по данным на 2017 год было зафиксировано 3107 случаев. Цифры идут на спад. Несмотря на это, каждый пятый погибший в ДТП пересек сплошную. Анна Муратова, Анатолий Фукс. Новости. Сельский туризм в Алтайском крае портал National Geographic включил в топ-12 лучших путешествий этого лета. Регион в этом году представлен в пятерке лидеров оздоровительного отдыха. Из преимуществ отдыха в Алтайском крае – здесь можно продегустировать мясо морала и алтайский сыр – даже есть специальный маршрут по сыроварням и молочным фермам. В алтайском селе Куиган, где находится старейший сырозавод края, уже девятый год подряд проводит праздник «Сырная деревня». Напомним, в 2017 году по результатам независимого читательского голосования Алтайский край победил в номинации «Российский приключенческий отдых». А в номинации «Оздоровительный отдых» уступил только Краснодарскому краю. К другим темам. Образы и знаки древнего Алтая, переплетенные современностью, разгадать загадку мест силы можно в галерее Турина-гора. В Барнауле открылась персональная выставка алтайского художника Сергея Дыкова. Он не застрял в этих рамках каких-то этнических. Он, наоборот, впитав в себя, так сказать, их все это отпустил. И, наоборот, пространство мифа Алтая, горного Алтая, оно стало намного-намного шире. Оно приобрело такую, скажем, вселенскую окраску. И я думаю, что любой человек с любой точки планеты Земля, придя на эту экспозицию, он разгадает, он угадает, он почувствует то, что хотелось сказать автору. В экспозиции 40 работ из частных коллекций России и зарубежья. Это живопись, графика, изделия из дерева и камня. Работы, над которыми автор трудился 30 лет назад, а также современные. Увидеть картины этноархаического направления можно до 9 сентября. Эти все картины, я думаю, что многие придут и увидят. Они ни на кого не похожи. И эти его женщины, алтайские, в их чигедеках. Он русский, но он глубинен, он широк, он человек мира. На этом пока все. Еще больше новостей вы можете найти на нашем сайте katun24.ru. Не переключайтесь.